привет друзья вторая часть по испанской партии 1 у нас будет прикреплена ссылки я уверен берлин сегодня у нас берлин непробиваемый дебют который последние 20 с лишним лет начиная наверное с матча каспаров крамник применяется на высоком уровне практически всеми дебют вероятно объективно сильнейший за черных поэтому естественно провернуть мы это все дело не сможем но попробую накидать вам несколько идеек в основном как обычно под rapid и blitz скорее всего в пластику на это можно на определенном уровне на уровне мастерском и гроссмейстерском вряд ли прокатит поэтому в принципе я не думаю что никто не ждал особо что я берлин прям закрою за за часик так что присаживайтесь поудобнее начинаем начнем с порядка ходов конь c6 слон b5 и конь f6 легкая предыстория то что я знаю по крайней мере то что как я уже сказал на высоком уровне на действительно высоком уровне он не применялся особо до до матча каспаров крамник 2000 года где крамник избрал именно берлин глава своим оружием против е4 каспарова и в принципе гарри кимич так ничего не смог предъявить в этом матче не выиграл ни одной партии в итоге после этого берлин заиграли все и во многих матчах на первенство мира после этого берлин был оружием и причем даже люди знают что берлин на 99 процентов будет 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 их соперник играть и все равно толку ничего предъявить не могут сейчас наверное главным экспертом считается наш любимый вас леса который практически ничего другого не играет насколько я понимаю то есть другие элитные шахматисты они время от времени играют берлин но периодически играешь что еще другое а вот для вас ли не важен контроль не важно соперник берлин и и вперед ради вас друзья решил я поинтересоваться истории берлинского варианта я знал что какие-то немцы это играли еще в 19 веке но вот интересная инфу я тут накопал что оказывается первое первый раз берлин упоминается в хангбух дэс шахшпильц ну я не особо знаток немецкого но хангбух я так понимаю что это руководство дэс не знаю что шахшпильц это шахматы поэтому руководство игры в шахматы берлин 1843 год это где первый раз этот вариант упоминается и видим поэтому он именно берлинский берлинским и называется кстати тут еще пишут забавно что в этой в этом руководстве не упоминается третий ход а6 который почему-то в то время назывался вариантом морфи даже очень не знал так что уже почти 200 лет скоро стукнет испанской точнее берлинской берлинской партии берлинской защите и никто до сих пор естественно никого проезжения не нашел но сейчас сейчас я вам его покажу в кавычках естественно хвоя маркировка белые черные забирают на е4 здесь по сути у нас забьет два основных хода серьезных это d4 и ладей 1 случае d4 конь d6 черные играют и здесь естественно основные раньше по крайней мере баталии шли в этом мэнспиле который кстати много раз я уже в эфиры говорил считается скучнейшим почему-то народом что модах все бита нищая берлин убил шахматы но мне кажется разбалансированная интересная симметричная два слона зато плохая структура петка и 5 может как силой так и слабостью быть король на до 8 ну наверно не очень стоит на перебежит на бы 7 нередко ухода дальше что бежит на первом плане общем по моему интереснейшая позициях к сожалению даже здесь в это перестали ходить особо и начали какие другие пути искать белые и один из них я вам на сегодня и предложу я предложу вам пойти здесь вместо до 4 вот ладья 1 сделать напоминаю что в этой рубрике дебют за час я использую основном базу или честно чтобы понимать на какие варианты ориентироваться и ладей один здесь конечно даже более популярный ход на удивление пятьдесят пять процентов а ладей один конь до 6 на д5 тоже встречается 10 процентов партии почти ну вот просто проигрывает после до 3 конь допустим ушел на 6 по ней 5 дальше забираем c6 провал так что шикарного яблони один 9 процентов партии вы сразу будете выигрывать серьезные люди конечно по конь до 6 нападают на слона и здесь основная линия такой не 5 наличие кстати основная линия сход полнота 6 который просто приводит чуть лучше по яйце для белых поэтому это мы рассмотреть не будем но есть такой что называется трики ход а4 пока мы защищаем слона пешку и 5 не трогаем и более того в планах у белых в принципе готовы забрать но также у нас и где-то 4 есть и поэтому не вот это первый важный момент что мы не то чтобы сразу на следующем ходу хотим от есть пешку на и 5 это важно важно понимать же если мы хотели бы сразу на и 5 забрали тут немножко другие идеи которые шансом пока ну давайте начнем с того что послали симка с отрывом с отрывом сам популярный ход и на самом деле больше особо даже нечего здесь рассматривать сразу отмечу что конь бы 5 практически в любой редакции это плохая идея ну допустим здесь конь бы 5 а.б. вот коня уж на двойку не 7 кони 5 до 6 конь шел дальше до 44 конца 3 слон же 5 очень приятная поиция король все еще центре развития закончить и важно кстати еще отмечу что пешка перейдя со 2 на b5 давит на ферзи фланг и ограничивает первый фланг поэтому белый здесь довольно хороший перевес конь бы 5 откровенно неудачный поэтому помещем это основной хочется мы посмотрим а еще вот а6 а6 как мы увидим кстати довольно важное включение в этих вариантах его делать исключительно редко здесь всего 8 процентов партии слон и 7 в основном ходит 26 можно тут вот наверно один из немногих вариантов где наверное имеет смысл побить на и 5 теперь с на б конца 6 и мы выигрываем ферзя одна партия такая была и чем играл белыми лев львович wexler слева здесь победил но обычно черный ходе слон не 7 и слон f1 и тут тоже важный момент потому что есть рокировка играют то можно сыграть до 4 и по моему белку довольно приятный перевес теперь на конь 6 время и 5 дальше конь стреку nd5 слон выходит на c4 важно понимать что эти структуры они симметричные и люди наверно по праву называют их довольно скучными но они намного живее чем 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 кажется скажем так сейчас в этом видео я попробую это доказать поэтому дракировку уже вот не точный чаще всего наверно начал побить и пойти и сделать дракировка тут и мы получаем известную позицию включением она по 4 и а6 ну как мне кажется наверное на копеечку в пользу белых потому что а более продвинутая а4 более продвинуть чем а6 и во многих вариантах нормального берлина анти берлина назвать сейчас покажу что имею ввиду что здесь владея один мы ходим конди 6 и часто встречается вот такой вариант допустим слоне 7 слон f1 съели-сели прокировка вот тут то же самое только а6 а4 включено наверно наверно это в пользу белом и да здесь конечно черный должны уравнивать но после 6 немножко другая история чем а4 а6 другая немножко история мне кажется белые могут побороться за перевес примеру после конца 3 где-то хочу пойти к нд5 словно в 6 чаще всего ходят ладья допустим уходит ладья е8 можно кстати по виду что пойти до 4 точнее это тоже известный гамбит в той позиции с пешками а2 и а7 и тут идея в следующем то есть мы вообще в принципе к ним потери словно в 4 кони до 6 него еще дальше стоит слон не выходит белый тут могут поддавить на коник 5 какой можно допустим он даже пишет конь д5 но и вариант грубо говоря побили побили и д5 пошли мне кажется что он убил должно быть чуть-чуть получше но еще сильнее видимо конь д5 нападает сюда нападает сюда и какое-то давление у белого здесь сохраняется даже сразу конь д5 в этой позиции но естественно основной основной линии это взятие и слон до 4 и тут слон и в 4 и на удивление я знаю что в основной линии опять-таки без исключения здесь белый не так мало побед одерживают но в целом как нормально здесь может быть ничего нормального и нет потому что мы просто беды хотим побить по тела я д1 сыграть конь д5 теперь для фланг абсолютно не разве и убил ли довольно серьезная инициатива пример на коне 8 есть вот конь д5 до 6 слон же 5 по аналогии с основным вариантом теперь брать естественно нельзя из-за перси 8 если в 6 то есть вот допустим 5 4 в том варианте здесь слон е3 видимо еще сильнее побили а если слом b2 то водя вот я отдала даже и сломить 5 в 4 поймали слона но это я немножко уже углубляет стал надо знать что после конь д5 здесь компенсация более чем хорошая поэтому чтобы дебют зачат у нас не получился особо дольше 40 минут я тут сильно углубляться не буду как как искал в принципе мне кажется что это включение в пользу белок наверное основной линии здесь можно признать еще конь и 8 вместо вместо слоны в 6 но тогда до 4 тут допустим слоны в 6 ладья ушла д5 вот опять вот допустим здесь это уже включение довольно серьезно пользу белок работает на мой взгляд потому что черные всегда хотят поставить 6 чтобы больше не было проблем с пешкой на д5 но теперь конь где-то можно больше залезть где-то можно c5 залезть чем очевидно что тут это опять я 6 пешки они пользу белок серьезно игра полная 4 сейчас выйдет перевес точно есть на первом плане мы даем конь и 8 пока выйдет там еще ходов куча пройдет слоны в 4 слон до 3 на ферзи в 3 муж слоны и 5 конь тиркал на ферзи он играет так что по моему белок вы приятная позиция естественно не опровержение но приятная позиция я бы такую игру с удовольствием это что касается хода а6 сразу еще ход f6 который практически не встречается на уровне ли чеса 4 процента почти всего ну вот наверно надо рассмотреть пешку черные пытаются защитить принципиально сыграть мы естественно играем d4 хотим пешку отмазать е4 ход встречается 3 пейцы больше всего больше половины раз но просто неудачно конь с 3 хотим забрать теперь на связке если 5000 d5 и черные тут скрым на и 8 не выживают конь шоу конь G5 ферзь конь наш 5 идет конь е6 такой упс грозит ферзь потеряться в общем тут надо понимать что если черные прям сильно жадничают у них серьезные проблемы эту пешку цепляться в нее не стоит и в нее единственное можно цепляться вот таким вот образом ходом конь f7 и вот здесь наверное нету прям опровержением какого-то у белых ну есть допустим вариант съели съели слон очень хорошо стоит где-то ферзь на d5 можешь выскочить в случае d6 конь c3 пока конь d5 допустим основном е7 конь d5 рокировка b4 по моему стандартный маневр есть ну компич что еще конь е7 хотя мне не вещь нравится ну можно b4 хотим где-то b5 хотим где-то ладью может по 3 перевести насколько серьезная компенсация вопрос но играть можете играть можно но и в 6 редко довольно встречается но опровержение этого хода я я не знаю честно скажу можно кстати не торопиться взять а можно из конца 3 начать примерно то же самое слон е7 конь d5 рокировка опять почему-то вот здесь предлагают что-то двинуть это появится кстати словно все где-то может понять 4 персов 5 какие-то подобные 10 конья всем очень неудачно стоит и есть такое ощущение что белый здесь да а пока мута почему приличный перевес в общем f6 не стоит бояться скорее мы здесь готовы должны быть пожертвовать пешку и играть с инициативой поэтому f6 не проблема е4 кстати еще периодически ходят 6 процентов партии но это просто полный бред d3 дальше забрали на е4 и у нас хороший такой вкусненький перевес поэтому по большому счету после а4 слон е7 строго единственная здесь как я уже говорил мы не откидаем пока пешку на е5 мы ходим конь c3 ходим конь c3 полезный ход развивающий тут у черных 80 процентов партии рокировка делается кто-то уходит а6 но тогда слон f1 и потом конь е5 то что я говорил уже мне кажется ну белый там чуть-чуть на копеечку должно быть приятнее хотя а6 все таки здесь еще появляется какая-то возможность входа е4 вот который надо упомянуть это довольно серьезно это партия гроссмейстеров частности весли со который я усилию упоминал да он так играл и после взятия 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 d5 ладья уходит на е1 и d4 черные пытаются захватить инициативу быстро пространство точнее в центре мне кажется что поэтом должна быть чуть-чуть получше здесь правда все партия смотрю закончить ничью кроме одной где павел теклов проиграла павел теклов это известный чел из польши которые по-моему это он был который шлепнулся со стула наверняка многие из вас видели это видео где он получил маты и улетел вниз он здесь проиграл лейтинг за это одно из ведущих матисток мира но мне кажется солнце 4 рокировка d3 слонка вышел на же 4h3 g4 снова 4 но опять не опровержение но я брал пиво кондит на е5 идет ферзь d2 может короче 24h5 целом я особо не приветствую движение без 3 4 так рано но здесь такое ощущение что черные это не могут использовать солнце 4 очень хорошо стоит все фигуры в принципе достойно расположены может где-то ферзь d2 ладей 2 ладей 1 двоемся по линии е присущих я узкала 4 тоже тоже на повестке дня поэтому беру белых без особого энтузиазма не в том плане что я прям уже выигранно здесь стою но беру белых в этой позиции поэтому слон d3 кстати тоже играли в этой слон d3 вот топчики слон d3 слон e4 ставили что тоже кстати вот под блиц и рапид на вашем уровне я думаю очень неприятно рокировка слон е4 слон е6 d3 но белых должно быть на копеечку получше мне на константин слонов внутри слон d5 слонов 4 размениваемся версии 2 ладей 1 беру белых беру белых это мягче даже не сильно бы смущало я вот так сказал поэтому единственный вариант который еще точнее весы но еще вариант который безусловно вот наверное на мой взгляд самый проблематичный для белых с точки зрения получения пересы простая рокировка рокировкой d4 мы должны ходить ну и здесь вот нам надо просто поговорить об этих структурах в целом которые кажутся бездушными абсолютно эта позиция не душа эта структура но по факту может быть не так все и просто не так все просто конец 6 не очень стоит перспектив у него особо нет наш конь при случае может от на и 5 прыгнуть у нас есть минимальный перевес развитие с точки зрения что мы уже поставили на линию е и готов где-то может быть c3 b4 на твердом на двигаться где-то 4 естественно поставим этого может быть на d3 в общем первую очередь как я в комника сыграем против конца 6 который не имеет больших перспектив это все общие слова естественно по факту черные должны здесь аккуратно подравнивать но у нас зато риска никого нету и может среди вас найдутся любители сыграть попроще позиции позиционного мастерства по тренироваться поэтому здесь ну чурок несколько возможности если он на 4 на основной вот ходим c3 чтобы на d4 петка не висела слон d6 допустим мы логично выглядят хотя здесь допустим первые 7 если пойти тут уже опять как он пишет и мол пешка на б7 перспективе слабая и пойди уравняй хотим пойти h3 потом может быть 4 потом куни 5 и видимо белок получше поэтому слон д6 наверно чтоб коня пока на и 5 не пустить может быть ферзь выйдет на f6 ну и вот тут h3 к примеру вот слон уходит на h5 но и здесь по-разному морковь слон до 2 в это я не очень верю а можно для тех кто любит по горячее же 4 конь е5 делал лишь у нас перевес плюс 0 2 плюс 0 2 на самом деле скорее всего на супер мощном компе эти плюс 0 2 быстро превратился в нули но по крайней мере интересная бойца словно же два часа d5 давить если конь е7 ну допустим можно сразу положено поставить c6 в 4 какая-то игра есть 4 надо аккуратно в 4 вот так рукой пошел а вон тут же понял что поле и 4 прослажу петку нельзя двигать поэтому видимо имеет смысл опять допустим задвинуть и ферзь и 7 ферзь b3 к это привязали слона конь на 4 подставим может делаться 4 сыграем аккуратненько мини-давление мини-давление чем весь весь этот все это дебютное видео будет про микро перевес белок который может на самом деле не существует если честно но мне же надо вам что-то продать поэтому купите эту ручку у меня этот купите этот вариант но честно не верю что белый чего-то серьезное есть не верю но пусть черный еще на это все партии тут не так уж и много партии так уж и много особенно в лечесе то есть здесь чаще конечно входит рокировка после конца 3 7 хода тут d4 вот она ключевая идея и это появится встречалась чаще всего с отрывом на и 5 мы не бьем это бессмысленно просто получается какой-то мы ход сделали а4 тут же черный а6 и не ходит поэтому они не тратят время но мы именно играем d4 здесь 60 процентов партии еды что наверное не очень 19 процентов партий конь d4 что в принципе сомнительно но окей как говорит как говорил classic проблема в том что нам надо очень точно черном защищаться и вот тут как раз уже старта начинается далее но и 4 вариант нормальный конечно он встречается восемь процентов раз и еще какой-то 5 отыграет и вот здесь после комеды 4 есть вариант съели-съели и конь d5 важный ход нападающий на слона после слона в 6 коем еще ферси в 3 ну и здесь мне кажется да не раз честно скажу мне кажется неравенство что мы просто хотим побить на f6 в случае если кое-как слону в этом слон же 5 мы можем побить здесь побить здесь побить здесь и побить здесь мы не можем победить за перси 5 их его сказать прикольные варианты начинается конь е8 это не входило мои планы показывает но забавно конь е8 ферзь a7 и ферзь g3 упс на 7 напали бить естественно нельзя там мат на и 8 а если же 6 то конь f6 король g7 ферзь е5 и потом видимо кольчик 4h5 или конь е8 опять конь е8 даже скорее всего и ставим мат ставим от 1 до 6 конь е8 сюда сюда такой не совсем дебютный курс но вариант конечно забавный вот поэтому склон g5 вот не очень корректный мягко говоря здесь допустим d6 могут черные сыграть но вот тогда мы просто забираем на f6 и говорим что вот этот шпиль он ну не то что прям выигранный у белых но довольно тяжелый съели ладей 7 слишком уж тут все активно стоит и на слон d7 самое смешное что белый просто ходит а4 толкает видимо петку грищука до поля от 6 ладья кстати может это перейти по третьему ряду ну и вообще надо понимать что то ли все шпилят с разноцветом количество пеших здесь большого значения имеют намного важнее у кого инициатива здесь явно на стороне белых по компу перевес по человечески мне кажется большой перевес я так сказал поэтому это не сакропоится для черных соответственно д6 вот здесь наверно не самый удачный ну вообще по компу надо слона уводить надо ходить как-то типа слон h4 сейчас покажу что будет 6 потом тоже забираем пока 100 особо ничего поэтому слон h4 вот и тут туда стрелочки нарисовая а есть вариант кстати очень интересный b6 вот такой b6 ну а бейсис нельзя ладья висит поэтому cb и теперь g3 такое включение теперь чтобы c6 где-то черные не пошли после слон g5 можем побить побить это какая-то позиционная доминация возникает допустим ферзь уходит назад ладья и 7 ладья идет на и 8 h5 h6 беру белых беру белых в общем тут конечно конкретные варианты начинаются которые желательно бы знать но в принципе и вот эти все стрелочки нарисованы и вот эта идея b6 они везде как-то перекликаются поэтому мне кажется что большого запоминания здесь не требуется такого нудного скорее просто вот идейки шубит ладья подключается где-то b6 исход так далее должно быть достаточно и знает что это эндшпиль несмотря на формально две лишних пешки черных он довольно тяжелый поэтому это вариант в кольбе 5 не самый удачный для черных еще вариант конь d4 он наверное по компу сильнейшая но встречается встречается 19 процентов раз что не так уж и часто съели съели конь d5 вот снова та же самая идея напали на слона и вот тут очень легко сделать ошибку черным на кольбе 5 естественно мы заверены и 7 шахом просто сразу проигрывает владея и 8 вроде как довольно естественный ход но сколько раз встречался 2 популярности 20 процентов раз или первый популярный слон f6 чуть ли не проигрывает сразу что этот вариантик прям конфетка в отличие от этих скучных структурных позиций вот над ладей 8 разберем ладей 8.4 вот тут мы внесемся в атаку слона 6 идет это сюда на 3 перейдет на всем где-то будет жертвоваться ну и допустим случится 6 слона 6 же 6 конь е7 где съели слон d3 и даже это все не так уж и очевидно может показаться но черные поля исключительно слабы опять здесь проблемы с развитием ферзь его фланга и большой перевес большой конь е8 комп еще плюс 07 тут держит но по моему ничего хорошего здесь нет откровенно говоря ферзь d4 d6 слон g5 можно пойти h4 h5 опять вот главное здесь особо не торопиться с такими слабыми черными полями всегда будет компенсация даже если вдруг тут как-то растеряли перевес промедлили компенсация никуда не денется конь плохой поля слабые корс как король соответственно тоже слабый и здесь хуже хуже навсегда поэтому это появится тяжелейшая после ладей 8 ну и черный белый здесь я уже сказал по 6 5 пойти ну прикольный вариант число на 8 слон же 5 потерялся ферзь что на 6 слон и в 6 можно собить поэтому слон и после мне вариант ладей 8 тоже не очень хороший ход 2 популярности кстати черный набирают 43 процента очков по-хорошему должны набирать примерно 0 в этой позиции но сам популярный фото на 6 набирают черные 36 процентов очков не так много здесь важный вот слон d3 он d3 слон переходит на диагональ пока его там не съели хотя даже взять это не особо угроза но теперь на слон уже пригодится слон а7 где-то кстати ладья страны подключиться вот это кстати одна из основных идей в том числе куда 4 что ладья может быть подключиться ход сам популярный c6 ферзь h5 просто выиграл белок сразу же 6 съели-съели ферзь h6 завели фигурки слон идет на же 5 какой-то маршал наоборот только в 1000 раз улучшенный поэтому на ферзи 7 поем ферзь h4 слон идет на 6 не знаю мне кажется даже особо дальше смотреть нету смысла диамурс на и 7 зайдет слон сюда зайдет без слона чернопольного и со словом на c8 шансов 0 хотя какую-то одну партию с белой проиграть даже даже умудрились проиграть все остальные правда выиграли поэтому просто мы идем по основной линии и сам популярный по крайней мере и черный очков просто не набирают начнет каким-то чудо у них набирает но не должен по и цитирует владеем 8 плюс-минус единственный ход который позволяет побороться он располаг 6 тоже одна из основных идей то есть хотим даже может быть побить надо 6 просто строй тут пешки и слон там на c8 никогда в виде не выйдет единственная когда рабочая идея на черных планикам комповском это ход ладея 6 но тогда мы снова бьем и в случае ладяда 6 конь коньца 7 вот это важнейшая идея где 8 мат побеждают белые а случае cd можно поиздеваться пойти опять больше еще нигде не сыграли просто заберем эту пешку с ходами серьезнейшие проблемы всего лишь плюс один пишет на практике я думаю что это уже под сдачу поэтому там здесь ладей 8 разобрались полу 6 разобрали конь f5 тоже кстати под встречается здесь слон d3 нападаем сюда и там он подвисает формально c6 можно пойти но тут можно и выбирать фирре 4 и ферзь h5 слоны 5 большой перевес с такими слабостями в общем как хотите можно играть любой ход дает перевес это вариант тоже неудачный единственное что держит встречалась 35 в одиннадцати процентах партия 35 партий всего на тему словно 4 формально черные здесь держатся но ничего не подсказывает что это все читеры так играли потому что как вот 1900 может быть снова 4 пойти поправьте мере может быть я не прав но здесь я здесь я не уверен в том что все было чисто да не на смотри мостом до 3 снова все деда идея перья наш 5 вызвать поджи 6 и ослабить черные поля за 6 тоже играли но а вот этот классный вариант да вот этот вариант надо показать c6 тут конца 7 чё зачем ферзь и 7 ферзь h5 напали сюда напали сюда же 6 ферзь h4 снова слон выходит ферзь идет на 6 и ставим мат по черным полям изи изи гейм поэтому конь 7 до 2 динам запомнить а если ладья 8 то словно в 4 и проблема с конем возникает на коне 8 теперь можно забрать и провисать ладья чем этот вариант неудачный c6 сам популярная правда но читеры ходили здесь b6 я очень пристык этот ход можно поднять поднять за доской не представляет чтобы 1800 лечеса знал знал эту теорию поэтому объявляю blue water оак интересным шахматистом рейтинг 1880 поднял все эти ресурсы и лучше приличный поиск он выходит на бассейн но даже здесь вот мы пошли перси 4 5 естественно было так пошел с отрывом сильнейший ход тесном забанен или нет сейчас мы таким образом читера тут распознаем он до актив был one year ago one year ago так что наверно ли часов добавил ну ладно чем и 5 ферзь до 4 слон б 7 и тут слона 4 но висит на 6 точнее висит но позиционного роз скажем так он может и на и 5 выйти ладья опять надо 1 идет с 4 b4 пустыкать пешку мы отдали конечно но ученых очень приятная очень неприятно белых наоборот очень приятная позиция здесь только blue water может так играть всерьез вот поэтому возвращает кодук в нд-4 наверное это просто неудачно еды естественно сам популярный ход конечно же но нельзя его назвать сильнейшим я думаю что нельзя конец снова идет на d5 наша любимая идея и границ солнце 6 висит на и 7 на слон f6 наверно узнать находимся с напор словно в 4 снова давление страшная первая линия тут вот опять не спрашивайте меня зачем без понятия никто так никогда не пойдет а6 играет но а6 это кстати льет воду на нашу мельницу мы сроками по тесну на 3 а4 coin g5 ферзь 5 фигуры не выходит ученых просто жилища позиция поэтому а6 откровенно плохо б 6 какой-то вот ну можно пойти допустим слон до 3 сыграл наверно в любом случае на слон бассейн тому что у нас 7 тут будут угрожать а вот такой еще кстати ресурсик упс ферзя поймали слон до 3 не только наш всем целиться но еще и по леву ферзя отнял поэтому чем миллион без идей и появится жутко жутко неприятно сильнейших вот позиции это владея 8 который встречался 26 процентов времени и даже здесь правда ничего тут такого сахарного нету у черных абсолютно при том что сильнейший точнее самый популярный вот с огромным 3 условно 4 он нормальный но может даже чуть-чуть посильнее со слона 3 начать со солны 3 и теперь допустим если поисло на идет то мы можем забрать забрать здесь такой 7 правда на коне 8 если надо объяснять то не надо объяснять дальше разберись так и поэтому слона после неудачный ход что делать слон f6 вы кнопку на 4 снова все тоже все тоже давление которое которые черные не должны держать по-хорошему я даже не могу предложить тут 8 раз подыграя ладей один ферзь я один и кони 8 и получали ферзь е4 мат грозит и еще тот так вот можно добавить с победой поэтому чем плюс этого варианта естественно у черных здесь есть возможности как можно нормально защититься и получить пристойную по это но первым белое нигде хуже не получает то есть это не такой лишь или вы блеф где есть соперник знает то у вас сразу там минус один задача даже близко нет вот вариант который мне не нравится лично всего всего вариант который мне больше всего лично не нравится это там оценка по компу плюс 41 плюс 0 2 поэтому наверно нас это сильно не должно расстраивать этом это удара поится сам популярная с отрывом то есть после а4 мы ходим черный ход слон и 776 процентов времени рокировка 81 процент до 4 е до 61 процент и после конди 5 мы получаем уже супер приятную полицию альтернатива цари послали 8 очень не глупый по словам 4 на 100 черные делают ход слон f8 более чем сорок три процента партии 40 кстати очень смешно 43 процента партии по словам 8 полка раз сразу проигрывает после ладей 8 перзем опять бить медианцы 7 висит конем бить конь g5 мощный ход ферзь h5 выскакивает черный не могут защититься на же 6 версия в 3 там и всем кони все слонцы 7 а4 аж 5 слон до 3 зон с 4 слов не хватает сколько есть угроз есть по это абсолютно выигранная а второй ход которые делают тоже довольно часто доход а6 ну как я уже говорил а6 здесь после того как забрали на 4 только нам помогает просто можно пойти во первых саде солнце 4 есть прикольный ход и наконец 4 солнце 7 перс ловится но чтобы проще было запоминать на 6 всегда просто он до 3 ходим и ставим а там где-то аж 4 кончик 5 слон h7 все довольно просто тут и и очень сильно и вот эти два хода они вместе составляют сейчас скажу сколько 85 процентов партий черные либо ходили слон f8 что проигрывает либо а6 что почти проигрывает большаясь единственный ход который позволяет держаться на плаву ну здесь даже слон до 3 слон b7 ферзь d2 ну играем шахматы b4 b5 10 деки ладьи можно подвести можно так можно так конь е5 конь g5 h4 проблемы с км д6 вот это наверное худшая фигура во всей этой конфигурации во всей расстановке и надо именно против коня этого играть что шон блочит пешку d7 а пешка d7 блочит ферзиан d8 а ферзь d8 хочет ладью на 8 и получается так что особо разгуляться черным не получается вот поэтому ход еды наверно не тот что его можно забарковать но объективно я нашим вы должны там выиграть процентов 80 партий просто держать очень тяжело по яйцу и и в чем преимущество опять-таки это вариант то что естественные ходы сам популярный ход и просто проигрывают большому счету вот ну что то еще добавить да но есть вариант а6 слон f1 опять-таки здесь в сон до 3 не очень точнее можно но то есть сильнейшая идея за черных не забирать вторую пешку просто скидывать потом и 4 съели 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 тут мы должны время терять а черный наоборот время и разменивают коня плохого и d5 с темпом входит и по идее ничего особо здесь не должно быть чуть точнее кстати слон f1 и 4 то же самое а и после 5 здесь продают на мастерском уровне красмейстерском точнее были даже партии ладей 3 какие-то и почему-то говорим что это в пользу белых но эту структуру мы немножко обсуждали уже опять я не сильно верю честно сказать что что то есть но по слон f5 допустим c3 видимо идет о том что мы слон d2 кирс b3 ладей 1 и ладьи уже двойный по линии и оказывается а линия естественно как единственная открытая линия она имеет большое значение сегодня бойца так что так что давайте сделаем вид что у белых здесь все-таки небольшой перевесик имеется пожалуйста здесь ариф качестве альтернативы еще можно рассмотреть под д и примерно с такой же оценкой может быть чуть более перспективно для белых ед слон d6 конь b5 нападаю сюда слон е7 и допустим b3 так расставимся слона b2 конь на b5 учитывая что его а6 ходом не сбить действует на нервы здесь один пати слон b24 фирт 2 ладья 1 аж 3 может быть что флан 4 не пустить по приятнее у белок я кстати вот так вот скажу вам не даже больше нравится чем чем тот вариант который мы только что посмотрели если слона в шести слова не пустить то наверное перевес как такового и нет но даже здесь h3 слона f5 слон b2 пойди садим к ним еще конем разберись всегда будет на нервы действует он пишет он пишет он пишет коня 7 сильнейшая дуб надо еще найти найдут ладно тогда равное поить собой поэтому это альтернатива достойная в итоге подытоживая мне кажется что можно сказать что что здесь так естественное продолжение не ведут к уравнению надо скидывать черным пешку и даже там как мы уже с вами договорились мы делали что у нас лучше ну и напоследок наверное еще можно глянуть похожий вариант но здесь надо понимать разницу между тем если черный по это 6 быстро сразу вообще ходят для принципе или ходить чуть попозже везде свои нюансы есть но если черный до рокировки играют а6 то мы отходим на f1 напоминаем мы никогда никогда не бьем на c6 здесь хоть это естественно и многие наверное этим занимаются хотя нет 27 процентов от всего так что большинство все-таки отходе на f1 и правильно делает и вот здесь я уже показал вариант е4 f6 я тоже мельком показал здесь немножко d4 другая ситуация потому что мы наверное бить уже не особо хотим и 5 обходим конь d5 но принципе подобные варианты я показал то ты не собой 4 свежая довольно идейка потому что теперь брать на b4 плохо и законе 7 условно 3 и конца 3 провисает диагональ практически проиграна у черных там вот а если бы 4 до 5 основной под c4 и вот здесь компенсация компенсация опять я вам должен наверное продать что здесь у белых огромный перевес и все такое смотрите какой на d5 мощный откровенно говоря я думаю что у черных здесь достаточно должна быть контрыгра но появится намного сложнее чем она кажется сложный 4 примеру от вот пера который мне голову пришел с такой b5 съели съели теперь конь d4 не проходит из-за того что съели-съели и пер d4 лишняя фигура можно побить на и фрикси туда поется мне еще полукал очень интересный перцев 3 конь d4 ферзь c3 и снова висит на c7 висит на и 7 и потом на d4 на хайконе 6 импорт он опять у нас не хватает двух пешек но у нас такая доминация тут фигурная пешка а идет вот эти ребята слабы слон вы сейчас на диагональ видимо тяжелейшая просто боится что довольно удивительно здесь компенсация действительно приличная с ней школы не в основном и 6 теперь на коне 7 объем конь и сердце не попасть под вилку можно пойти допустим один пишет 0 и что это за нули какие нули я не знаю на три результата игра идет я бы если честно набрал черный просто мне просто нравится с лишней пешкой играть но уверен что куча шахматистов которые бы предпочла возить белыми играть в 5 большей может быть где-то игра игра безусловно есть наверно надо еще рассмотреть вариант коней 5 который практически не встречается но кстати очень даже не глупый где тут какой-то перевес я не знаю кони 5 бьем уже нас не спрашивают поле до 4 черные проконтролировали собрали забрали до 6 ладья ушла рокировка допустим d4 d5 снова наша любимая структура снова делаем вид что у нас лучше словно в 4 конь c6 4 тут сломба 4 не очень приятная связка довольно противно поэтому надо видимо играть конь е2 это черный играет c6 мы конца 3 они ходят допустим а5 мы ходим словно 4 и соглашаются нынче такой расклад берлин наполовину закрыли но при точно игре черные на удивление держит равенство не смог я его обыграть но в обзор испанский так мы начали испанку играть за белых берли мы рассмотреть не рассмотреть точнее не можем так что задачу я свой считаю выполненный принципе это вариант играть можно как я уже сказал хуже вы не получите при самом естественном развитии событий получите большой перевес лучше линии для вас у меня нет ну и напоследок в самые самые финальное мое замечание я с удивлением отметил для себя что здесь кони и 4 даже не самый популярный ход сам поляна по солнце 5 которые ну и наверно его делать можно но он приводит перевесу белых путем комбит и 5 старчика они 5d4 и здесь черные не уравнивают фигура отыгрывают мы и все-таки получаем довольно стойки кстати очень очень комфортный перевес ферс ушел конь с 3 слон же 5 так далее поэтому конь е5 линия которые очки глаза ни разу не видел но выглядит довольно любопытно конь е5 конь е4 есть вот кажется сразу проигрывать когда ферзь е1 нападаем на коня d5 теперь нельзя и закон бьется 6 и провиснет там диагональ поэтому уводить коня сейчас тот нельзя закончить 6 и шаг будет 5 5 единственная по виду али щеку не 5 ферзь сейчас на ходу набраться я вообще даже не знал что он существует но выглядит прикольно согласитесь до 4 все висит до сон до 4 4 с победой видимо 4 еще и c3 можно будет добавить эту конструкцию черные не удерживают но лишь куда послание 7 до 5 до конь с 3 конь d5 опять что белок конечно здесь очень приятная позиция как минимум до после 4 5 7 черный как-то еще держится поэтому да почему до 4 конца 6 висит ферзь висит это поэтому надо бить бить c3 получаем мы чуть-чуть как обычно в общем грубо говоря знаку не 5 запомнить больше особо запоминать нечего и потом до 4 солнце 5 под неудачный встречается примерно равнозначное количество раз можно сказать равнозначное количество раз допустим можно до одинаковое количество встречается со солнцем 5 с коней 4 носом 5 даже вот на копеечку более популярно что для меня удивительно поступка не 5 лучше у белых но на этом наверное наше опровержение берлина будем считать закрытым спасибо всем за просмотр подписывайтесь будем дальше закрывать испанку наверное самая непростая серия видео для меня потому что надо выжимать все соки чтобы хотя бы какие-то идеи придумать спасибо по 6 машинка естественно пока